Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка компании Тикмилл, и с вами я, Артур Идиатуллин. Сегодня мы снова поговорим с вами про торговые войны между США и Китаем, потому что по данному событию появились новые подробности. Также будет интересно проанализировать рыночные настроения перед заседанием ФРС, сегодня также заседанием Банка Англии, который будет принимать решение по процентной ставке в сложной ситуации, когда экономические данные не совсем позволяют это сделать, в то время как резкая девальвация фунта недавняя говорит о том, что все-таки ставку нужно поднимать. Так вот, торговый спор США с Китаем освещается диаметрально противоположными новостями, поступающими через абсурдно короткий промежуток времени. Во вторник, вчера, после сообщения Bloomberg о том, что переговорные команды двух стран все-таки смогли найти общий язык, Wall Street Journal сообщает, что странам только предстоит договориться, и процесс начался с признания предыдущих торговых соглашений. В среду Bloomberg уже сообщает, что администрация хочет повысить предложенные 10% тарифы на 200 миллиардов долларов китайского экспорта до 25% в попытке усилить давление на китайских партнеров, чтобы вернуть их за стол переговоров. Напрашивается объяснение, что Белый дом разделен сейчас на два лагеря, отстаивающих разные способы того, как стоит разобраться с Китаем. Торговый представитель США Роберт Лайтхайдер убеждает Трампа в необходимости добиваться уступок от Китая исключительно через повышение тарифов, в то время как ориентированные на компромисс Ларри Кудло и Стивен Нучин делают ставку на переговоры. Сам Трамп, похоже, склонен рассчитывать на эффективность угроз, раз он забраковал самое первое соглашение в июне, когда Китай согласился увеличить закупки сельскохозяйственной продукции на 70 миллиардов долларов в год и углеводородов в США. Тогда Трамп заявил, что он ожидал, что соглашение примет несколько иную структуру. Сделка, заключенная с Евросоюзом, придала уверенности Трампу, ведь США, похоже, сейчас преодолевает главный риск, то есть риск изоляции, связанный с проведением относительно враждебной политики в торговле. Новый Старый Свет договорились решать вопросы через ВТО касательно кражи интеллектуальной собственности, вынужденной передачи технологий и влияния на экономические сектора, которые получают несправедливые преимущества за счет контроля государства или поддержки государством. Все эти претензии Трамп как раз таки высказывал именно в отношении Китая, поэтому можно с уверенностью признаться, что сейчас США и европейские объединяются, и у Китая не получилось создать экономический сальянс против США, и поэтому в изоляцию сейчас переходит именно Китай. Тем не менее, новость о повышении тарифов не оставила рынок равнодушным, фьючерсы на индекс Доу снизились, в то время как юань сначала ослаб против доллара, но затем отыграл потери. На мой взгляд, пока не стоит сбрасывать со счетов новость о возможных переговорах между США и Китаем, так как голуби в администрации США сейчас продолжают делать свое дело. Новые тарифы на 200 миллиардов должны вступить в силу 30 августа, и для Китая будет сейчас очень неразумно проверять свою экономику на прочность, просто игнорируя угрозы со стороны Трампа. Поэтому ожидаем сигнала о новом раунде переговоров и ралли облегчения в динамике юаня и на фондовом рынке в США. Гибкость Банка Японии в программе скупки активов принесла свои первые плоды после того, как ЦБ объявил, что допускает более широкие колебания в доходности 10-летних облигаций. Вчерашнее оживление спроса на заседание сменилось продажами, доходность подскочилась сначала до 10% пунктов, а затем сегодня увеличилась до 13%. Часть спроса теперь возможно появится за счет спекулянтов, ожидающих интервенции ЦБ, которые будут происходить после чрезмерной продажи облигаций, то есть после чрезмерного увеличения доходности. Согласно вчерашнему заявлению, регулятор будет пресекать резкий рост доходности, как видите, сегодня подскочил на 164% и продолжает расти. Для иены такая позиция ЦБ, она носит однозначно бычий характер, ведь переход к гибкому таргетированию это сигнал к ужесточению политики, хоть и очень отдаленному. Сегодня ожидается также заседание ФРС, на котором регулятор почти наверно ставит параметры без изменений. Ожидание двух повышений во втором полугодии достаточно устойчиво сейчас, поэтому комментарии будут исследованы на отношение регулятора к потенциальному инфляционному эффекту тарифов, которые со стратегией растущих ставок Трамп может принять действительно угрожающий для экономики масштаб. Снижение доллара могут обеспечить более мягкие прогнозы по росту в 2019 году, в то время как рост доллара может произойти, если ФРС действительно заметит возможность ускорения инфляции в результате тарифов и намекнет на соответствующие меры, например, на ускоренный темп повышения ставок. Что, однако, маловероятно, потому что сейчас экономика находится в хрупком положении, как раз-таки из-за действия тарифов, которые, возможно, проявятся не сразу. Что касается Банка Англии, то сейчас регулятору придется принимать решение в достаточно сложной ситуации. Данные по экономике за предыдущие месяцы показали, что производственная активность, инфляция и оплату труда у нас не оправдали ожидания. Причем инфляция у нас продолжила замедляться, несмотря на значительную девальвацию фунта, то есть его падение с уровня 1,40 до уровня 1,30. Это говорит о том, что регулятору все-таки, возможно, стоит повременить с повышением ставок. Однако уже в мае Марк Карни говорил, что ставки будут повышены в этом году. И раз он отложил это решение в мае, то удобным заседанием, удобным поводом для этого будет как раз-таки заседание завтра в августе. Сейчас пара фунт-доллар консолидируется на уровне 1,31. И, возможно, именно с этого уровня будет разворачиваться основное действие завтра. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Продолжение следует... Продолжение следует...